Диа! О, Дио! Аюта квеста паверина! Ти фарану апецы! 6 июня 1999 года, 15 часов 30 минут. Сразу после обеда Маргунов попросил жену отгладить его концертный костюм. Наталья Николаевна с самого утра уговаривала его никуда не уходить, но делала это скорее по инерции. Колоссальная маргуновская энергия хлистала, как всегда, через край. Его жена, Наталья Николаевна, знала остановить мужа, если он что-то решил, просто невозможно. Маргунов совершенно не понимал, что такое спокойное существование. И в 70 лет он совсем не сбавил оборотов. Жил с таким же азартом, как в то время, когда познакомился со своей будущей женой. Они, кстати, могли никогда и не встретиться, если бы не его величество случай. Их роман начался с телефонного звонка. Наташа, студентка авиационно-технологического института, ошиблась номером. Звонила профессору физики, чтобы договориться о сдаче очередного зачета, а попала к Маргунову. Берет трубку, значит, очень-очень голос такой солидный, серьезный. Я говорю, это кафедра физики? Да. Я говорю, вот мне нужен профессор Котов, я слушаю. Ну, я говорю, так, мне нужно сдать зачет, вот обязательно, на сегодня, завтра. Вы знаете, что подождите, я сейчас посмотрю списание свое. Ну, и я жду, он мне, значит, сообщает, что приезжайте завтра, значит, в каком-то часу. Все было настолько правдоподобно, что девушка даже не заподозрила подвоха. В число я всю ночь вот так вот что-то зубрил, там приехала, никого нет на кафедре, ничего, ничего понять не могу. И, значит, приезжаю домой. К вечеру звонок, и, значит, человек извиняется и говорит, извините, я просто не знал, какой институт прежде всего. Значит, свидание там дозначило, а какой институт не знал. Ну, и, ну, вот, и рассказал, кто он, что он есть. Я была как-то возмущена, и потом думаю, ну, как солидный дядь, как пожилой. Значит, ну, видела я его там в этих самогонщиках, в Сибарбосе, пожилой, и вот он мне такое-такое устроил, там, господи, дурак какой-то. Однако, несмотря на возмущение и первое нелестное мнение о Маргунове, Наташа, конечно, была заинтригована. Неожиданное, да еще такое экстравагантное знакомство с одним из самых популярных и любимых актеров кино не могло не будоражить фантазию. К тому же, Евгений был очень эрудированным человеком и прекрасным рассказчиком. В общем, звонки, которые стали случаться все чаще и чаще, безусловно, развлекали ее и льстили девичьему самолюбию. Ведь ей было всего 20 лет. Потом стала звонить, когда придется, когда просто уже, знаете, подгуляет среди ночи, как угодно. Значит, дома воцарился ад. Потому что родители говорят, в чем дело, что это, кто это, звонит вообще, так сказать, по ночам. А мне неудобно сказать ему, просто сказать, ну прекратите там, потому что, ну, я думаю, ну, я считала, что ему лет 50 тогда. И я, значит, по ночам я с отверткой подходила к розетке, потому что раньше телефоны не выключались там намертво, значит, вот, там розетку, заглушка такая, шуруп, все такое. Я, значит, откручивала от клеммы, клеммы снимала, значит, чтобы это было тихо. Что привлекло его, 35-летнего взрослого мужчину, уже прошедшего испытания славы в маленькой наивной девочке, которую он даже не видел? Может быть, именно ее наивность? Или вместе с появлением Наташи пришло предчувствие долгожданного семейного тепла? До ее появления Маргунов 16 лет жил в гражданском браке с балериной Большого театра Варварой Вяльцевой. Вава, так звали Вяльцеву, в определенных кругах, была на 15 лет старше Евгения и в какой-то степени стала ему второй матерью. По крайней мере, продолжила воспитание молодого человека. В доме Варвары Евгеньевны собирался цвет театрального общества того времени. Сюда приходили артисты, критики, художники, композиторы. Так называемая богема весело проводила время. Устраивала домашние спектакли, обсуждали новые постановки, вслух читали только что вышедшие в печать. Бурная, в основном ночная жизнь, подначало безумно нравилась молодому Маргунову. Он с удовольствием узнавал все новых и новых интересных людей, многому у них учился. Ему нравилось и то, что со временем в этом обществе стали прислушиваться и к его мнению. По молодости Жени не обращал внимания на некоторые бытовые неудобства, которые часто сопровождают такой творческий образ жизни. В квартире Вяльцевой, как правило, было не прибрано. Всегда клубился сигаретный дым, порой нечего было есть и уж совсем нельзя было уединиться, потому что каждый из многочисленных гостей чувствовал за себя хозяином. Но к 35-ти богемная жизнь, видимо, основательно надоела Маргунову. Как бы там ни было, очень скоро Евгений Александрович пригласил новую телефонную знакомую на первый показ своего режиссерского дебюта фильма «Когда казаки плачут». Он спускается, и я смотрю, господи, полный, но молодой человек, бледнолицый, потому что в картине он с этим сизым лицом, с усами. Совершенно молодое такое, приятное лицо. А дальше домашнюю девочку как подменили. Наташа, которая никогда никуда не уезжала из дома, вдруг одна отправилась в Киев, потому что позвал Маргунов. Он был на Украине на съемках, а после поездки девушка совсем переехала к Евгению в маленькую комнатушку в коммунальной квартире. В этой комнате, площадью всего в 11 квадратных метров, Женя жил когда-то со своей мамой. Сейчас мамы уже не было, и в его жилище царило полное запустение. Штор на окнах не было, из мебели затертый топчан да платяной шкаф, дверцы которого стояли у стены рядом. Стены были обклеены старыми-старыми плакатами. Позвонила мама, приехала и говорит, и тебе здесь нравится. Я гордо сказала, да, я приехала без вещей, без стекла. Вот так вот. Говорит, да. Тогда, значит, вечером они приехали с папой, привезли два сервиза, купили, чтобы, значит, хоть что-то было. Их свадьба была такой же необычной, как знакомство. Молодая невеста долго ждала своего избранника у дверей ЗАГСа. Маргунов не появлялся. Вдруг по микрофону, там, значит, оповещает двор, уже в гости обычно во дворе, там, ждали, да. Невеста такая-то, невеста такая-то. Не уходите, ваш жених задерживается на кладбище. Но на этот раз оказалось, что Евгений Александрович не шутит. В день своей свадьбы он помогал Георгию Светланину устанавливать ограду вокруг могилы жены, но не смог отказать в помощи пожилому актеру, партнеру по фильму «Кавказская пленница». Появляется Евгений Александрович, рядом с ним этот старик Светлана Георгий Данилович, вот этот маленький старичок. И он пришел, конечно, с букетиком, который купил на кладбище. Вот какие-то маленькие. Такой букетик. Вот так. Значит, все, нас расписали по-быстрому. И мы пошли, ни много ни мало, в сад Баумана, в парк. И там вот такие столы стоят, знаете, алюминиевые. Под навесом, да. И пьют пиво, значит. Ну, нам вынесли шампанское. Мы из граненых стаканов выпили шампанское и разъехались по домам. Вот такая у нас была свадьба. 6 июня 1999 года, 17 часов 40 минут. Евгений Александрович побрился, принял душ, надел концертный костюм. Он собирался на выступление, хотя со вчерашнего дня ему так и не стало лучше. Я говорю, ну, все-таки не ходи, все-таки не ходи. Нет, пошел. Ну, там сборный концерт, 10 минут. 10 минут выйти, и он говорит, такая чепуха. Диагноз «сахарный диабет» Маргунову поставили после 40. Но на самом деле болезнь, видимо, началась раньше. Сам Евгений Александрович предполагал, что причиной стало его детство. Он рос в годы войны. 14-летним мальчишкой обтачивал болванки для артиллерийских снарядов на заводе «Фрезер». Голодал, как все тогда. Видимо, это и привело позже к нарушению обмена веществ. Маргунов набрал вес неожиданно и очень быстро. Еще в своем первом фильме «Молодая гвардия», где Евгений снялся студентом, он – стройный, подтянутый юноша. Женя был красивый, худой, длинный. Такой вот отрицательный герой, но с такой вполне цивильной внешностью. А уже через несколько лет однокурсники по ВГИКу просто не узнали его, когда увидели в образе бывалого в короткометражке «Пес-барбос». На экране был огромный тучный дядька. К 35 годам Маргунов весил 136 килограмм. Ему нужно было и диету соблюдать, и поосторожным быть с питанием. Но чаще всего он не соблюдал ни режимы, ни запреты врачей. Но самое страшное, что диабет со временем стал влиять на многие органы. Я читала его эпикрест, я говорила, боже мой, ты живешь не благодаря, а вопреки. Просто, вопреки, так не живут стать диагнозом. Он был болен, у него с ногой было нехорошо, но он очень мужественно это переносил. Маргунов действительно никогда никому не жаловался. К нему в больницу очень редко приходили друзья. Евгений Александрович сам этого не хотел. Поскольку Евгений Александрович был такой вот комедиант в таком масштабном смысле, многим, я думаю, оказалось, что он ну как бы переигрывает эту ситуацию. То есть, наверное, что-то не очень хорошо со здоровьем, но ложится он на обследование, ну, ложится он там, чтобы на очередное какое-то обследование, или там на то, чтобы немножко поддержать организм, ну, как делают это многие, на санаторное лечение, пользуясь своим именем, пользуясь своей популярностью. Ну, на самом деле, конечно, ситуация была достаточно серьезная. Никто из друзей и коллег не знал, состояние Маргунова настолько серьезно, что врачи регулярно собирались ампутировать ему ноги. Следствие диабета – это ангиопатия, то есть вот осложнение на ноги, где открывались раны буквально, и все это грозило гангреной. И вот лет 15 буквально, это он жил под топором, когда приходил врач и говорил, что, ну, Евгений Александрович, ну, давайте, мы готовим вас к ампутации. В такие страшные моменты он не подпускал к себе никого, кроме своей Наташи. Надевали на меня халат, бахилы, шапку, там, маску, все это такое, и... Значит, я делала ему какие-то ванночки, промывание, огромным шприцом вымывала эти раны. Я делала перевязки. И, так сказать, у охмелого вышли, все зажило. Потом мне, значит, доктор говорит, а что вы делаете?